Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу историю, которая случилась с моим подписчиком. Надеюсь, что после просмотра этого видео многие люди откажутся от покупки консоли в Китае, и если же сталкивались с такой проблемой, помогут в поисках ее решения. Давайте начнем. Парень, находясь в Китае, решил себе приобрести самую мощную консоль в мире на сегодняшний день. Если кто не понял, это Xbox One X. И купил он эту консоль за 500 долларов, грубо говоря, за 30 тысяч рублей. Выгода составила 10к, ведь в России Хуан в большинстве случаев можно купить в районе 40к. Абсолютно ничего не предвещало беды, ведь Хуан не поддерживает региональных ограничений. И по сути, откуда его не купи, все должно быть хорошо, но не тут-то было. Установка первого обновления прошла успешно, но вот добавление собственного профиля стало тупо невозможным по причине таинственного протокола Best TV. Он требовал номер, и в ру-регионе он никаким образом его не принимал. После проблемы он написал мне, и я просто офигел, ибо такую фигню я встречаю первый раз. Первым делом я посоветовал ему сделать сброс настроек, ибо вдруг консоль так и не поняла, что на ней стоит ру-регион. В итоге, после переустановки системы, абсолютно все стало на китайском, его вообще никуда не пускало, требовав активацию протокола Best TV. После такого оставались только такие варианты. Позвонить Майкам и уточнить у них, что такое, и как лечить, в надежде, что они скинут какую-нибудь другую прошивку. Найти человека из Китая и попросить его номер для активации этой херни. И, как я понял, Best TV это такой масштабный телевещатель, который хочет, чтобы на Хуане были доступны все функции. И немного не понимая, почему от него нельзя просто отказаться и просто пропустить эту настройку. Либо же играть на Хуане офлайн без сохранения и без собственного профиля. Ибо диски, я думаю, она будет читать. Как закончилась эта история, я пока не знаю, ибо этот человек уже не выходит на связь. Но в любом случае, его жалко, ведь считайте, решив сэкономить, приобрел он себе китайский кирпич за 500 долларов. Исходя из этой истории, можно сделать вывод, что лучше никогда не покупать Xbox One из Китая. Ибо вы можете столкнуться с такой же проблемой, как у него. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими друзьями, дабы придать этому видео большую огласку. Если вдруг сталкивался с такой проблемой и как-то ее решил, то напиши об этом в комментариях. Также напишите, в каких странах вы покупали консоль и какие проблемы возникали у вас. Спасибо за просмотр, до новых встреч.